всем привет дорогие друзья автомобилисты я очень много видеороликов посвящал жидкой керамике это защита кузова автомобиля точнее лакокрасочного покрытия автомобиля придает идеальный блеск да я на алиэкспресс покупал неоднократно было что многие люди переходили покупали подешевле то есть без упаковки жидкую керамику которую якобы я рекомендовал но она оказывалась не такая мне присылали даже образцы я ее сравнивал и действительно это у одного продавца было и хорошего качества и плохая то есть я рекомендовал именно брать в запечатной упаковке и 10 твердости и вот конечно же сейчас это как никогда актуально потому что многие лакокрасочное покрытие своего автомобиля хотя защитить именно от воздействия всевозможных вредных внешних факторов и вот один человек мне в комментариях задал вопрос вячеслав госик здравствуйте как вы смотрите на то что после покраски нанести керамику спасибо буду ждать ответа после покраски как я понимаю автомобиля нанести прямо вот ну вы только выгнали с покрасочного салона или допустим прошло несколько дней и нанести сразу покрытие керамики я категорически не рекомендую этого делать по какой причине друзья мои многие считают что после того как покрасил автомобиль то все лакокрасочное покрытие уже окрепло и все нормально да ничего подобного после покраски кузова автомобиля лакокрасочное покрытие набирает твердость еще какое-то время может неделю может даже месяц я не рекомендую никакие манипуляции производить лакокрасочным покрытием автомобиля в это время особенно тело как разочные покрытия которые не используют своем составе отвердитель друзьям и обычно когда автомобиль качественно покрашен он не требует дополнительной полировки но бывают такие моменты когда производилась какая-то покраска или получился при покраске какой-то дефект который требует полировки то конечно же тогда необходимо полировать автомобиль но можно конечно отполировать сделать поверхность идеально глянцевой все четко допустим рассмотрим оба варианта либо автомобиль не полировался либо автомобиль полировался после покраски лакокрасочное покрытие и так сияет после этой обработки но она еще все равно до конца не окрепшие все автомалеры это знают необходимо чтобы прошло определенное время для того чтобы лакокрасочное покрытие окрепло допустим мы отведем для этого месяц за месяц лакокрасочное покрытие полностью отверждается приходит практически полностью к своей твердости а после этого вы можете наносить жидкую керамику как бы для дополнительной защиты но жидкая керамика как для дополнительной защиты она не совсем корректно воспринимается потому Потому что, ну да, многие считают, что если это керамика, то там гвоздем можно царапать и краску не поцарапаешь. Ничего подобного, друзья мои. Она освежает внешний вид. Это как вот, допустим, взять полироль какую-то определенную. Вы берете, наносите и у вас начинает как бы заново сеять. Если уже ваша краска немножко потускнела, мелкие там паутинки такие чуть заметные появились на лакокрасочном покрытии. И вот эти вот все моменты, конечно, после того, как вы наносите жидкую керамику, она как бы с новым лоском начинает блестеть вся, как будто бы только что с покраски. Но если автомобиль свеже покрашен, то нет никакой необходимости наносить жидкую керамику на поверхность лакокрасочного покрытия кузова вашего автомобиля. Но опять же вернемся. Если вы эксплуатируете уже свой автомобиль достаточно долго, ну скажем так, год и более, то в этом смысле, конечно же, есть огромный смысл нанесения жидкой керамики на кузов автомобиля. Во-первых, это защита, а во-вторых, это, конечно же, шикарный вид. И, кстати, жидкую керамику, именно качественную, вы можете заказать по ссылочке на Алиэкспресс под этим видео. Обязательно в описании под этим видео будет ссылочка на жидкую керамику. Переходите, заказывайте. Но заказывайте только в закрытой упаковке. Раздельно бутылочка и аппликатор не заказывайте. Это подделка. Закрытая коробочка, вот это то, что вам нужно. Друзья мои, обязательно подписывайтесь на мой канал в YouTube, а также подписывайтесь на мой канал в Дзене, вот QR-код. Если вы смотрите с мобильного телефона, то, конечно же, переходите по ссылочке под этим видео. Там будет в описании также на мой Дзен-канал ссылочка. Переходите на нее, подписывайтесь. А если вы смотрите с компьютера, то камеру мобильного телефона наведите на этот QR-код. И, пожалуйста, переходите по ссылке, которая у вас появится. И обязательно подпишитесь на мой канал в Дзене. На случай непредвиденных ситуаций. Потому что, может быть, все что угодно. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Жду комментарии. Всем пока.